Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря не так уж и много отчетов. По сути, у нас есть более-менее последняя спокойная торговая сессия, прежде чем мы с головой уйдем в крайне насыщенный фундаментальный фон. Это уже завтрашние торговые сессии, когда нам предстоит проанализировать данные по американскому рынку труда, предварительный отчет ADP и заседание американского регулятора, итоги которого будут опубликованы традиционно поздним вечером. Все это будет приправлено еще и пресс-конференции главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Поэтому скучать точно не придется. Сегодня на повестке календаря в 7.00 по GMT. Ройничные продажи в Германии. Далее в 10.00 индекс потребительских цен еврозоны. В целом показатели тоже важны, потому что хочется получить больше подтверждений, признаков неуклонного сползания экономика европейских, да и в целом еврозоны. Вот это состояние рецессии, которое, в принципе, было спрогнозировано уже очень давно, но это условие необходимо для того, чтобы мы увидели более слабые позиции европейской валюты. Под конец торговой сессии будет еще отчет от Американского института нефти АПИ в 20.30 по GMT. Тоже неплохо будет посмотреть на эти цифры, тем более, что официальная статистика от администрации энергетической информации тоже выйдет уже завтра. Давайте по порядку, друзья. Индекс доллара 106.24. Ситуация в целом не меняется. Американская валюта пользуется спросом. Мы еще вчера, да и так же, как и на прошлой неделе, мы с вами пришли к выводам, что доллар не может отдать инициативу, уступить инициативу, например, покупателям рисковых инструментов, потому что в текущих условиях он точно будет расти, поскольку этот рост поддерживается высокими показателями доходности американских облигаций. Сегодня с открытия торговой сессии мы видим, как 10-летний трежерий снова подрастает. И уже торгуются на отметке 4,88%. Мне почему-то кажется, что все-таки доходность 10-летних трежерий доберется до психологической планки в 5% и может даже оказаться выше. Я в этом уверен, поэтому не сомневаюсь в том, что такая тенденция все же сможет сплотить себя еще больше покупателей и отправить американскую валюту на значение повыше. Геополитика тоже никуда не делается. Вчера мы затронули тему факта эскалации арабо-израильского конфликта из-за того, что все-таки Израиль ввел войска в сектор газа, хотя на Тиньяху так и не подтвердил официальное начало наземной военной операции. Касательно доллара. Почему доллар пользуется спросом в таких условиях? Ну, так уж сложилось традиционно то, что в случаях и в условиях роста мировой экономической неопределенности, глобальной экономической неопределенности, каких-то политических кризисов либо военных конфликтов, доллар воспринимают как защитный инструмент. И он неоднократно уже оправдывал этот статус. Поэтому, учитывая, что геополитика сейчас не сходит с средств массовой информации, мы должны осознавать то, что в текущих условиях и индекс доллара и золота будут самыми востребованными финансовыми активами. Обычно был вопрос касательно того, как может золото, например, расти в условиях укрепляющегося доллара. Обычно, да, я с вами согласен, то, что доллар влияет на динамику золота. Если укрепляется доллар, золото должно снижаться. Но если мы посмотрим именно уровень корреляции этих инструментов, который сложился в последние недели, то он практически уже не соответствует тем высоким показателям, к которым мы привыкли некоторое время назад. То есть сейчас это как бы два независимых инструмента, которые могут легко ходить в одном направлении. И здесь снова я подчеркиваю, что в таких условиях и доллар, и индекс американской валюты, и золото могут развивать бычью динамику, и это будет абсолютно нормальным экономическим условием. Ключевое событие недели – это свидание Федрезерва. Мы, безусловно, ждем его в среду. То есть завтра, я думаю, что на утренем брифинге, завтра непосредственно подробнее обсудим, что стоит ожидать, какую риторику может занять Паул, какие заявления могут быть сделаны, как все это отразится на долговом рынке, как отреагирует доллар. Но заранее подсвечиваю вам возможности, что в текущих условиях, когда очень много признаков роста инфляционного давления, скорее всего, риторика Паула будет жесткой, что создаст дополнительные условия для роста доллара. Золото – 1991 доллар за тройскую унцию. Небольшая коррекция после достижения многомесячных максимумов в районе 2000 долларов еще с конца прошлой недели. Технический откат – тоже нормальное явление, но в силу того, что новостной фон не меняется, и плохие новости могут прийти на рынок в любую секунду, золото также сохраняет потенциал для роста. И я бы уже смотрел на следующие такие психологические круглые уровни, как 2050, 2100, почему бы нет. Доллар иена 150.15. Наша спекулятивная попытка снова откупить этот инструмент принесла хороший результат. Мы уже в профите и, по сути, уже зафиксировали профит, потому что выше 150 в этой валютной паре находиться не нужно из-за высокой вероятности интервенции. Сегодня Банк Японии провел заседание. Основные параметры денежно-кредитной политики остались без изменений и ни единого намека на возможность отказа от мягкой экономической политики. Это, безусловно, очень сильно разочаровало трейдеров, которые готовы были откупать японскую валюту при соответствующих сигналах. Но если Банк Японии не дает возможности иене укрепиться, то тогда и дальше будем наблюдать за валютной парой. В случае коррекции отступления в район 149-148, без сигналов от Банка Японии касательно интервенции, снова будем заходить в эти ланги и ждать отметку 150. Американский фондовый рынок S&P 500, 4170 пунктов. Цель 4000 никуда не делась, остается актуальной. Европейская валюта котируется в районе отметки 1,06, около того. По поводу новостного фона, который сложился в ВВП Германии, минус 0,1% в прошлом квартале, в годовом выражении СПАС составил 0,3%. Ну да, очень плохие цифры, оно и понятно, мы не ожидали хороших показателей, учитывая то, что происходит с промышленным сектором Германии. Инфляция в Германии снизилась с 4,5 до 3,7%. В принципе, снижение инфляции я ожидаю и в целом по еврозоне, когда сегодня в 10.00 по GMT выйдут эти цифры. И когда мы подводили итоги заседания Европейского центрального банка на прошлой неделе, сделали, опять же, пришли к выводу, что при плохих экономических условиях и когда снижается инфляция, Европейский центральный банк, конечно же, не может позволить себе дальнейшее повышение процентной ставки. Поэтому снижение инфляции, на мой взгляд, это еще один негативный фактор для евро, который должен топить позиции главного валютного риска. Индекс потребительского доверия по еврозоне в целом плохие цифры, минус 17,9 пунктов с минус 17,8. Ситуация не меняется и уж тем более не улучшается. Британская валюта 1,2138, цель 1,20 все еще актуальна. Заседание Банка Англии состоится в четверг, и я допускаю, что именно оно станет необходимым триггером для снижения пары к указанным уровням. И рынок нефти 86,58. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, безусловно, мощный фактор поддержки для котировок бренда и WTI. Может быть, текущие котировки были бы уже выше, если бы не сегодняшние плохие цифры по индексам активности производственного сектора сферы услуга Китая. Промышленность с 52 оказалась на отметке 49,5, то есть ушла в зону спада. Сфера услуг пока что держится выше 50, в зоне роста оно все равно снижается. Статистика подорвала немного оптимизм, но все равно при всем уважении к этим данным пересилить сейчас потенциальные риски перебоев поставок в случае эскалации дальнейшей арабо-израильского конфликта эта статистика будет не под силу. Поэтому я бы рекомендовал рассматривать нефть как по-прежнему инструмент, имеющий колоссальный потенциал на развитие восходящей динамики. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.